Добрый день! Вы смотрите итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 26 сентября? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Получают лицензию. Детский сад Нашигаева в Засвияжском районе готовят к открытию. Строить, жить, отдыхать. Как в Ульяновской области реализуют новые туристические проекты. Бойцы именных батальонов Ульяновской Симбирск получили гуманитарный груз. Театр со школы в Ульяновске провели конкурс «Мастер плюс ученик». Буквально через месяц в Засвияжском районе Ульяновска откроют новый детский сад. Строительство завершено. Впереди оформление документов и получение лицензии. А пока садик показали будущим воспитанникам и их родителям. Вместо пустыря и склада плит Нашигаева новенький детский садик. В дошкольные учреждения в этих местах ждали давно. Район увеличивается, строятся новые дома, прибавляются и молодых семей с детьми. Водить дошколяк приходится в другие садики Засвияжья. Очень ждали этот детский сад. Он нам очень необходим. В нашем районе очень много маленьких детей. Мы очень ждали. Мы ждали именно направления в этот сад. Когда он достроится, мы смотрели, когда он строится. Все этапы строительства. Здание получило адрес Шигаева, 19, здание В. Учреждение станет вторым корпусом детского сада номер 171 «Изюминка». В здании комфортно разместят 8 групп, в том числе ясельную для малышей от года. В основном мы будем заниматься здоровьезбережением. Мы большое внимание будем уделять патриотическому воспитанию. И, конечно же, у нас будет небольшая творческая студия, которую мы назвали «Волшебные ладошки». Мы будем детей учить тому, чего делать дома нельзя. Лепить из того, чего нельзя лепить. Рисовать руками, ногами, палочками. То есть будем воспитывать творческую личность. Внутри светлые помещения и современный ремонт. В просторных классах будет удобно заниматься подвижными играми, танцами или музыкой. Обязательно комфортные спальни и группы. В комнате охраны все необходимое оборудование и видео с камер, которые оборудованы по всему периметру. Будут работать пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. Я эту площадку помню, когда здесь был котлован в должности заместителя главы, который курировал строительство. Когда мы заходили в зиму, монтировали фундамент. Сейчас увидите, в каком состоянии прекрасном получился наш детский садик. Снаружи детские площадки с резиновым покрытием, горки и качели. Построили и подъездную дорогу к учреждению. Родители успели оценить новый сад и уже готовятся получать направление. Все очень понравилось. Современное здание, современное оборудование. Действительно видно, что с заботой о детях все подбиралось. И действительно, даже старшая дочка оценила в сравнении со своим старым садиком, насколько все поменялось. Дорогу и детский сад построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». На садик было выделено 380 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На данный момент проходит процедура лицензирования. Всенадзорные органы проверяют техническое и санитарное состояние здания, в том числе систему безопасности. Торжественное открытие планируется провести в конце октября. Регион добился дополнительной федеральной поддержки по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Распоряжение о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как развивается туристическая индустрия города на семи ветрах, расскажет Виктория Очеркова. Геопарк Ундория, турбазы близ рек Волги и Свияги, Сенгелеевские горы и не только. В Ульяновской области есть живописные места отдыха. Осталось довести до ума туристические объекты. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустину в Ульяновскую область направлено более 142 миллионов рублей. Поддержку получат проекты участники федерального конкурса. А условия по этому конкурсу вложения не менее 50% собственных средств. Там будет создаваться в селе Аксаур парк-отель, хороший, современный. Будут строиться домики в лесном массиве, такой комфортной очень зоне, рекреационной. Я думаю, ульянцам, гостям региона очень понравится. Кроме этого, безусловно, и другие территории мы без меня внимания не оставим. Это и проекты будут реализованы в Чердохлинском, Старомаинском районах. В этом году мы уже 15 проектов поддержали на те средства, которые нам были выделены ранее. Владельцы турбазы семейной усадьбы в Ульяновске получили от государства 3 миллиона 470 тысяч рублей. Это грантовые средства. Сумму вложили в изведение четырех модульных домов. В августе залили фундамент. Сейчас продолжается строительство. Завершить работы планируется к ноябрю. Окна домиков будут панорамными, а для тепла проведут подогрев полов. Афреймы и барнхаусы. Это просторные, с большими окнами дома. Как сейчас модно, современно. В этих домах будет везде теплый пол для комфорта. И, соответственно, все удобства будут в доме. Бани не предполагается. Бани есть у нас на территории, если что, можно будет воспользоваться. У каждого домика будет своя отдельная территория с мангальной зоной. Барнхаус представляет собой архитектурный стиль, основанный на простоте и функциональности. Он отличается от других направлений простыми линиями и прямыми углами. Афрейм – архитектурный стиль, акцентированный металлическими конструкциями. Модульные строения для отдыха также создадут в Димитровграде, Чердоклинском, Новомолоклинском, Индинском и Старомайнском районах. Инвестиционные проекты прошли отбор в Минэкономразвитии Российской Федерации. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. Гуманитарную помощь продолжают отправлять в зону специальной военной операции. Около трех тонн самых необходимых вещей уже получили защитники из именных батальонов Ульяновска и Симбирск. Собирали ценный груз депутаты городской думы, общественники и родственники бойцов. Встретимся с нашими ребятами и мы работаем четко по тем заявкам, которые предоставляют они с передовой. И сейчас вместе с главой города, с депутатами городской думы мы подготовили еще одну партию помощи. Убежден, что она пригодится нашим ребятам, поможет им выполнять боевые задачи. В машинах запчасти для автомобилей, продукты питания, медикаменты, вещи первой необходимости, трогательные письма от детей и многое другое. Собирать гуманитарный груз помогали неравнодушные жители региона, а также жены военнослужащих. Они передали именные посылки своим любимым мужьям. Напомним, что у Ульяновска регулярно отправляется гуманитарная помощь в зону СВО. Военнослужащие по призыву, проходящие службу на территории Центрального военного округа, продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны России. В Ульяновске младших специалистов связи готовят межвидовой региональный учебный центр «Войск связи». 24-10, 24-20 на связи, как слышу, прием. 24-10 на связи, прием. Как слышно, прием. Слышу, хорошо, прием. Они могут устанавливать связь в любой обстановке с использованием минимального количества инструментов. Специалисты связи должны знать основы электротехники и механики, правила обслуживания и ремонта аппаратуры. Всему этому обучают в межвидовом региональном учебном центре «Войск связи». Сейчас в учреждении продолжается подготовка военнослужащих. Парни учатся выполнять задачи на унифицированных командно-штабных машинах. Они оснащены приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАС с цифровыми комплексами связи и другой современной техникой, стоящей на вооружении Вооруженных сил России. В учебном процессе мы используем передовой опыт, полученный офицерами в ходе специальной военной операции. А практические нормативы отрабатываются на поставленных согласно государственному контракту программно-аппаратных тренажерах, которые в точности повторяют образцы реальной техники связи. Межвидовой региональный учебный центр «Войск связи» готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станции спутниковой связи и специалистов по ремонту радиостанций. На сцене все равны. Такой литмотив конкурса театрального мастерства «Мастер плюс ученик». В Ульяновской области он проходит впервые. По итогам отборочного этапа в финал вышли пять театральных коллективов. На суд жюри они представили постановки по мотивам актуальных произведений. Оценивать будут не только актерскую игру, но и индивидуальность режиссерского решения. Я пригласила телевизионных деятелей искусств. Они сейчас приедут. Я их специально пригласила для приведений. И приведения действительно удалось запечатлеть во всей красе. Как и было заявлено, им оказался умный, красивый, в меру упитанный и в полном рассвете сил Карлосон. В современном прочтении его роль исполнил Борис Андронов. Любовь к театру у школьника с малых лет. Ее привили родители, уже опытные деятели актерского мастерства. Именно они поддержали мальчика, когда тот захотел выступать на сцене. Но сложность была такая, что надо было перенять манеру и какие-то определенные качества, которые присущи только Карлосону, к себе. Это одна из таких трудностей, сложностей на пути от репетиций к выходу спектакля. Выступление доказывает, со всеми сложностями Борис справился. Вся в этом заслуга и руководителя театрального коллектива Натальи Кирпичовой. Но на сцене женщина известна как Фрекенбок. Роль домоправительницы была выбрана на одной из первых репетиций практически сразу, как появилась идея поучаствовать в конкурсе. Мастер плюс ученик. Я свою работу люблю, когда ты делаешь ее с любовью, ты по ночам не спишь, вспоминаешь текст. И пока ты играешь, ты лучше понимаешь, как тяжело быть актером маленьким детям. Такой формат равных возможностей на сцене – изюминка конкурса театрального мастерства. Преподаватель не просто держит кулачки за своих воспитанников за кулисами, но и сам погружается в атмосферу постановки. Ты где был? Мы тут немножко с Карлосоном полетали. А пролететь команде «Креатив» пришлось большой путь – от отборочного этапа до финала. До него добрались еще четыре театральных коллектива области. Победителя определит экспертная комиссия. В ее составе артисты молодежного небольшого театра и ульяновского театра «Кукол». Оценивать будут как целостность представленного спектакля, так и индивидуальность режиссерского решения. Мы ожидаем очень интересное экспертное мнение и даже экспертный разбор тех фрагментов спектаклей, для того, чтобы педагоги получили вот эту обратную связь от профессионалов, повысили свое педагогическое мастерство. И в последующем передали его своим воспитанникам. Благодаря этому волна театрального искусства захлестнет еще больше школьных коллективов. Как итог, регион выполнит задачу, поставленную главой Минпросвещения России, организовать к 2024 году в каждой общеобразовательной организации театр. Александра Никитина и Марат Мегдеев. Управда. ТВ. Учителя, студенты и школьники. Более ста человек проверили свои знания в педагогике и, возможно, открыли новые методики обучения. Педагогический диктант написали на базе профильного вуза региона. Кирилл Савосин продолжит. В Ульяновске прошла всероссийская акция «Педагогический диктант-2023», приуроченная к году педагога и наставника. Написать его пригласили студентов педагогического университета и профильного колледжа. Работников Министерства просвещения и самих учителей. Акция уникальная. Это не просто знакомство с текстом Константина Дмитриевича Ушинского, а размышления. И вопросы будут построены именно таким образом, чтобы те идеи, которые были положены родоначальникам российской педагогики, как они сейчас применяются на практике. Организаторам очень интересно посмотреть, как на эти методы, приемы, которые использовал Константин Дмитриевич Ушинский, посмотрят молодое поколение, именно выпускники Ульяновского государственного педагогического университета и действующие педагоги. Тема диктанта – педагогические идеи прошлого, определяющие будущее. Это был не только тест на знания, но и возможность показать свои новаторские методы в педагогике. Да, участие в диктанте я принимаю впервые. Мне очень интересна педагогика, моя профессия. И сегодня я бы хотела отразить свои мысли, свои идеи. А внедрение новых техник в обучение детей, как можно их применять на практике, например, игротехника. Всероссийская акция «Педагогический диктант-2023» по словам организаторов подчеркивает значимость профессии учителя и историческое наследие, на котором строится современное образование. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. Акция, объединяющая добрые сердца людей со всей России. Ульяновск присоединился к всероссийскому марафону «Давай вступай». Наша съемочная группа отправилась на станцию переливания крови и узнала, какие шаги предпринимаются для спасения жизни. Спасти жизнь порой проще, чем может показаться. Достаточно стать донором. Федеральный регистр доноров костного мозга объявил всероссийский марафон «Давай вступай». К нему присоединились многие города страны, в том числе и Ульяновская область. В день акции все желающие смогли сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. Чем больше доноров костного мозга будет в реестре, тем больше мы спасем жизни нуждающихся в основном детям. Их ежегодно в Российской Федерации будет более 900 человек. И пересадка красного костного мозга может спасти им жизнь. Чем больше доноров будет в реестре, тем лучше. Процедура взятия образцов совершенно безопасна и не занимает много времени. Чтобы занести человека в регистр доноров, необходимо всего 5 мл крови. Собранные образцы крови отправляются в специальный регистр доноров костного мозга в Кирове. Я лично вступила в регистр, сдала кровь для того, чтобы при необходимости стать донором. Считаю, что каждый из жителей может стать участником данного марафона. Это очень важно, спасает жизнь наших сограждан. Донорский марафон продлится 71 день и пройдет последовательно в 72 городах России. Акция завершится 10 ноября в Архангельске. Кирилл Савочин, Герман Баранов, Управда ТВ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok